Городок Опять он дурикнет, а? Он же скотина, а. Вот сейчас возьму, вот как ударю, вот как ударю его сейчас. Ой. Ой, хозяин приехал. А вы что, рады моему приходу? Я бы на вашем месте не радовался. Так, а вы и не радуетесь, а я буду радоваться. Потому что приход хозяина для работника – это очень хорошая предмета. Обычно это к деньгам. Каким еще деньгам? Вы же даже свой аванс не отработали. Вы мне пять раз обещали, что через пару дней здесь все закончите. Ведь обещали? А что вы мне за язык молите? А что вы никогда никому ничего не обещали? Я свои обещания всегда выполняю. Вот я вам клянусь, что больше ни одной копейки вам авансом не дам. Вот клянусь. Вот не сойти мне с этого места. Верите? Да. Да, в это верю. С этого места вы никуда не сойдете. Потому что вы в клей встали. Городок по обещанию. Черт. Ну я с вами и влип. Фу, как они это нюкают. А это что такое? Вы же обещали здесь не пить. Ну сейчас не об этом, наверное. Хозяин. Раз такая спешка, может я себе в помощники друга возьму? Такого еще друга? Мы с ним вчера до самого утра знакомились. Прекрасный парень. Ищет работу. Спрашивал, не знаю ли я какую-нибудь хорошую квартиру. Кажется, бывший моряк. Почему моряк? Ну как, во-первых, у него вся грудь в татуировках. А во-вторых, по-моему, он недавно освободился из плена у сомалийских пиратов. Чего-то вы взяли? Так я его документ видел. Там так и написано. Справка об освобождении. Ой, спасибо. Добрая душа, ангела-хранителя в дорогу. Мужчина, простите, что обращаюсь к вам. Поверьте, только крайняя нужда заставляет меня пойти на это. Отстал от поезда. Деньги украли, документы пропали. Помогите сколько можете на билет до Курска. Несчастные дети ждут отца. Погодите. Вы же меня уже просили. Да, именно вы. Неделю назад, вот на этом самом месте. И я вам дал 200 рублей. Да, знакомое, доброе лицо. О, я помню эти 200 рублей. У меня вообще прекрасная память на деньги. А от чего же вы не уехали? Роковое стечение трагических обстоятельств. Опять отстал от поезда. Опять избили. Деньги украли, документы пропали. И вдруг такая удача. Встретить старого, доброго знакомого. Можно сказать, друга. Какого друга? Ну, вас. О, нога. Пожалуйста, помогите. Сколько можете до Курска на билет? Пожалуйста. Да, беда. Ой, беда. Вам, видно, не везет. Фатально. А знаете что? Я вам по-другому помогу. Да? Да. А сколько денежек дадите? Да не денег. Я вас сам до Курска отвезу. На своей машине. Прямо сейчас. Не, как это на машине? Ну. И это невозможно. Да почему невозможно? У меня сегодня выходной. Я вот как раз подумал, что вот того вот доброго сделать для людей. Почему же невозможно? Я не один отстал. Родственники. Четыре человека. Мы всей семьей отстали. Всех избили. У всех все украли. Все отобрали. Все. Четверо. Ай, была не была. Всех отвезу. Собирайте своих родственников. Делайте добро, так уж делайте. Я не их дал. Только машину сюда подгоню. Так, граждане, желающие доехать до Курска на автомобиле. Всего 800 рублей. Отправляемся через пять минут. С комфортом, с ветерком. 800 рублей. Пожалуйста, граждане, пожалуйста. Пожалуйста. Так, сдача потом. Так, так. Ой, бабушка, так. Бабушка, бабушка. Бабушку возьмешь на коленке? Бабушка е... Так, вести. Так, сдача, пожалуйста. Пожалуйста. Мне надо, чтобы через неделю все было готово. Я жене обещал. Я ей поклялся. Вот это напрасно. Это вообще напрасно. Женщины, на счет обещаний, надо быть очень, очень осторожным. У меня к ним научный подход. Какой? Научный. И я его успешно применил к очень многим женщинам. И пока слабо, все в порядке. Жив, здоров, не женат. Что за бред? Вы еще учить меня будете? Вот вы сейчас совершаете методологическую ошибку. Какую? Медота. Мелота. Слушайте, я два раза не повторяю. Короче, как вам объяснить? Так, чтобы даже вы поняли. Значит, есть такой метод. Это метод проб и ошибок. Поним? Метод проб и ошибок. То есть, ты познакомился с бабой? Пробуй. И не ошибся. Малышкин. Малышкин! А, что, что? Ой, извините. Сядьте. Давно хотел вас спросить. Чем вы здесь вообще занимаетесь? Виктор Леонидович, я понимаю, конечно, вы профессор, а я всего-навсего младший научный сотрудник. Вы меня извините, конечно, но я открыл новое направление в науке. Да что вы говорите? Да, я провожу эксперименты в области зоосоциологии. Зоо... чего? Зоосоциологии. Конечно, надо было проводить эксперименты на обезьянах, но при нашем финансировании. Вот пока проверяю свою теорию на мышах. И знаете, я уже сделал открытие. Да? Да. Что же вы открыли? Да вот, смотрите, год назад я к обычным серым мышам, по-научному смело ломая все стереотипы, я подселил несколько белых. И в результате круглогодичного наблюдения выяснилось, что у них появился явный лидер. Лидер? Да. У мышей? Да. Ну и кто же он? Вы не догадываетесь. Нет. Это я. Вы? Я. Конечно. Я с ними вообще все, что хочу, могу делать. Правда. Ну вот, смотрите. Что, застыли? Команды спать не было! Подъем! Двигаться! Двигаться! Прогулка! Прогулка! Левой! Левой! Ходить! Ты куда поверлась? А? Забыли? Я вам покажу, кто здесь главный! Вот. Лидер налицо. И возникли явные элементы общественного устройства. Да мы тут уже к выборам готовимся. К выборам? Да. Среди мышей? Да, конечно. И перед вами явный лидер. Явный. Вы знаете, я даже целый пакет предвыборных обещаний для этих тварей подготовил. А вы меня все в младших научных сотрудниках держите. Не спать! Не спать! Не спать! Я вас спросил вот эту стену снести, а она так и стоит. Хозяин, да я еще позавчера начал, и сразу же, сразу же, ваша соседка прибежала, сказала, что у нее там потолок сыпется, что там трещины по стенкам пошли, и что я вообще мешаю ей спать. Какая ей еще соседка? Ну, такая, ну-ка, блондиночка такая, ничего себе! Люди, не волнуйтесь, я... Я ей пообещал, что я спущусь к ней и помогу. Ну, и правда сделал, ну, а что потом? Ага, что, как обещал, так и сделал. Спустился и помог ей спать. Сволочи! Сволочи такие, чем я занимаюсь тут. Ченчина, ты спрашиваешь, кто тут есть хозяин? Да. Хозяин только сейчас прошел. Спасибо, Ахмед, спасибо. Где этот гад, а? Где он? Где этот гад? Ах, ты здесь, да, дрянь? Ты негодяй! Ты подлый, низкий человек! Ты ответишь мне за обман! Это, чего ты теперь, слушай? Ты еще спрашиваешь? Вы меня обманули! Вы меня, доверчивую русскую девчонку, привезли вот в эту вашу Турцию! Что вы мне обещали? Вы мне обещали, что я буду работать в ресторане посудомойкой, да? Это что такое, слушай, это... Ты не понимаешь, ты подлый, грязный извращенец! Ты обманул меня! Это, кто ты обманул? Ты типа не в курсе, да? Ох, турецкая морда! Я здесь вот уже третий день работаю в этом ресторане, и ты знаешь кем? Действительно, посудомойкой! Посуду мою, а? А где это ваше разрекламированное сексуальное рабство? Где это хваленое садомазо? Где эти грязные волосатые мужики? Где они все, скотина? Ну где же они? А? Паспорт у меня хотя бы отбери, иначе я не знаю, что я с тобой сделаю! Получил, урод? Думал, со мной проканалит, да? Что ты теперь скажешь? Женщина, тебе есть это, опять обманули. Я тут не хозяин. Я сюда это, покушать пришел, слушай. Хозяин, а можно мне еще денежков дать, а? Типа второй аванс. Мне нужно немного подлечиться. Я вам только что пообещал, больше ни копейки вперед не дам. Да, 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 вы пообещали. Но у меня случился этот... Форс-мажор. А все знают, что когда вдруг случается форс-мажор, все, все отменяется сразу. Почему ты отменяешься? Потому что форс-мажор. Да какой еще форс-мажор? Какой у вас может быть форс-мажор? Ну, хорошо, хорошо, у меня не форс-мажор. У меня банальный понос. Просто мне казалось, что форс-мажор звучит как-то красивее. Ужас. Ужас. А-а-а! Кто? Что ты? Где я? Где? Меня уже везут с операцией. А вот и нет. Вас везут на операцию. Как это на? Меня же уже везли на операцию. Ну, так тоже вас везли на первую операцию. А сейчас везут на вторую. На какую я везел вторую? Ну, вот в медицине так бывает. Ты вот думаешь, что там одно, а вскрытие показывает совсем другое. Вот и первая операция. Она показала, что... Что она показала? Что у вас там эфрего. Эфрего. И поэтому срочно нужна вторая операция. Эфрего. Понимаете? Что вы понимаете из полотыни? Эфрего? А что? Что значит эфрего? Ну, эфрего. Оно и есть. Эфрего. Короче, перед тем, как ампутировать вам ногу, оказалось, что их у вас там две. И по эфрего отчикали не то, что нужно. Ну, вот эфрего. Эфрего это по-латыни ошибка. Ошибка. Да. Это же ужас. Но. Зато теперь эфрего просто исключено. Ошибка исключена. Тут уже не медицина. Нет, это арифметика. Ну, гарантирую. Тут уже все. Без вариантов. Клянусь гиппократом. Вы должны были к сегодняшнему дню уже все полы разобрать. Почему ничего не сделано? Ну, как это? Полы разобрать? А я что, по квартире летать буду? Я летать не умею. Ну, зачем же вам летать по квартире? Кстати, если вы за сегодня не успеете снять полы, то хоть снимите старую раму с окна. Зачем? А за тем, что я вас завтра выброшу в окно. Хоть вы не умеете летать, но с восьмого этажа до первого, я думаю, благополучно долетите. Кино. Кино. Художественный фильм «Русская рулетка». Ой! А! Ой, что вы делаете? Что вы делаете, господин Галапушкин? Ты ничего из меня не что-то потревожил, но... Я занят! Я должен срочно застрелиться! Приходи, милый, через пять. Я уже буду свободен. Ой, ну как же можно вот так вот уйти из жизни? Таким молодым и не рассчитавшись с бедным партнером. Вы же мне уже год должны за костюм 25 рублей серебром. Какие 25 рублей? Соломон! Я проиграл в рулетку 5000 из толковой кассы! И теперь, как честный человек, я должен пустить себе пулю в лоб! Я что, что вы... Ой, простите! Простите, но прежде чем пустить себе пулю в это самое место, не могли бы вы все-таки отдать мне вот эти вот 25 рублей? Соломон, что ты за человек? Что вы вообще за люди? Все деньги, 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 деньги! А я человек чести! Ну да, конечно, но... Но можно один маленький вопрос. Не-не-не-не-не-не-не-не! Не про 25 рублей, нет! Извините меня. Ну что вы так мучаетесь? Вы потратили кайзонные деньги? Так успокойтесь. Какой же вы после этого честный человек, а? Как ты смеешь ты? Ну? Хотя... Эх, Соломон! А если я не честный человек, я совсем не обязан стреляться! Я, как бесчестный человек, уезжаю в Америку, Соломон! На тебе твои 25 рублей! Вот так-то лучше! Только я вас умоляю, не надо потом говорить, что это я сделал вас бесчестным человеком! А то у меня, знаете, семья, дети, подруга жены. А ты, Соломон! Еще одну хорошую мысль ты мне подсказал! Конечно, во всей этой истории виноват не я, а ты! И все твое кодло! На тебе еще 100 рублей! На! Зачем? На билеты? В Америку! Я остаюсь здесь, а ты уезжаешь! Сегодня же! Ну почему? Ну, потому что завтра будет уже поздно! Алло, барышня! У меня полицию, срочно! Алло, полиция! Говорит полковник Голопубский! Портной Соломон украл у меня полковую кассу! Срочно! Ну что ты стоишь? Давай, беги отсюда! У тебя есть два часа, беги, Соломоша! Давай, родной, пошел вон! За что? Давай, давай, бегом! Пошел вон в Америку! Вор! За что? Предатель! Эммигрант! Изменник Родины! Фу, дурак! Потом твои дети еще спасибо мне скажут! Так, еще раз повторяю! Все полы, все вот эти вот полы надо подорвать, взломать и выбросить к чертовой матери! И я смотрю, у вас к половому вопросу какая-то особая страсть! А все хорошо, надо подорвать, мы подорвем! А вдруг тут под полом какой-нибудь тайничок с деньгами, а? Такое бывает! Давно мечтаю найти! Что за сказки? Откуда у меня, простого ревизора, под полом тайничок с деньгами? Была коробочка в ванной за плиткой, но я давным-давно уже все вынул. Кажется. Сказка об американской мечте. Все, Билл, я больше не могу. Джо, дружище, держись, мы скоро разбогатеем, я тебе обещаю. Ты мне обещаешь, это уже второй год. Ты клялся, что мы разбогатеем по-легкому. Будем в собственном доме пить виски, курить сигары и развлекаться с девчонками. Все именно так и будет, Джо! Клянусь здоровьем твоей покойной мамы. Но когда это будет? И как это будет, Билл? Ты же все держишь в тайне. Ну, как ты думаешь, если бы я не продумал все это до мелочей, то я бы даже не взялся за кирку, дружище. Ах, ладно. Слушай, мы с тобой ограбим почтовый поезд. Там будет куча, куча денег и куча драгоценностей. Так чего же мы тут уродуемся, Билл? Не все так просто, старина. Надо все спланировать, каждую деталь. Как ты думаешь, что нужно сделать сначала, чтобы ограбить поезд? Купить револьеры? Нет, старина. Сначала нужно построить насыпь. Потом положить на нее шпалы. И только потом рельсы. И вот вообрази, Джо, в лучах заходящего солнца по пьере мучится вечерний почтовый поезд. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Уху! Светятся окошки вагонов. И мы с тобой на двух резвых мустанках подскакиваем прямо к паровозу. Нет, Билл, извини, это не для меня. Только полный кретин согласится так долго-долго ждать, чтобы стать богатым. Ну хорошо, дружище. Раз ты такой нетерпеливый и отказываешься хотя бы немного подождать, мы ограбим с тобой не вечерний почтовый поезд, а утренний. Ха! Самый ранний. Самый-самый ранний, обещаю. С первыми лучами солнца. Я обещаю. Черт. Ну что опять, Джо? Я думаю, как бы не проспать. Билл. 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 Ну все, я пошел. Но вы должны мне пообещать, что через неделю закончите. Ха! 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 Да я тут за неделю только все разломаю. Я больше ничего не успею. А больше ничего не надо. У меня развод через неделю. Как это больше ничего не надо? При чем тут развод? Ха! 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 А при том, моя жена нашла себе другого. И собирается жить с ним вот здесь вот. А я ей поклялся, что от этой квартиры я камня на камне не оставлю. Вот мне вас и посоветовали. Я не понял. Ну, сказали, что вы такой специалист, что… Это да. Я… Что после вашего ремонта в квартире вообще жить невозможно. Смотрите, я на вас очень надеюсь. Вы обещали. Дорогой мой человек, что ж ты мне сразу-то не сказал? Все, все. Пошел работать. Соскучились ручки. По любимому делу. Послушайте, до начала фотопроба еще целых полчаса. Вы слишком рано пришли. Ну, это… Ничего. Лучше ж… Лучше ж рано, чем поздно. А я пока тут в павелёнчике всех подожду. А… Ну… Мне очень-очень нужна эта роль. А, как говорится, кто первый встал, того и тапочки. В смысле, это… Валенки Деда Мороза. Спасибо. Ага. Костюмчик здесь. Нормальный. Так. Не понял. Здрасте. До свидания. А вы поздно. Валенки уже заняты. Угу. Значит так, послушайте. Мне очень нужна вот эта вот роль. И я её никому не отдам. Ну да. Вы ещё скажите, что к этой роли Деда Мороза в рекламном ролике «Средства для очистки унитазов» вышли всю свою творческую жизнь. Ой, не надо. Только вот… Ну вот не надо вот этого. Знаете, в конце концов, каждый человек, каждый художник, артист, ну тем более, рано или поздно… Приходит к унитазу. Ну, причём к нему уж точно лучше прийти рано, чем поздно. Если честно, им не очень нужна эта роль. А то нечего будет жене на Новый год под ёлочку положить. Вы сами под ёлочку ложитесь, будет для неё лучший новогодний подарок. Не думаю, чтобы она сильно обрадовалась, увидев под ёлочкой меня. Так вы не один ложитесь под ёлочку, а вместе с ней. Городок под ёлочкой. Слушайте, я всё понимаю. Вам надо сделать жене новогодний подарок, мне надо сделать жене новогодний подарок, да? Да. Ну так надо как-то решать этот вопрос, так сказать, полюбовно, без травм. Действительно, хотелось бы обойтись без травм. И вам хотелось бы обойтись без травм. Очень хотелось бы. А с чего начнём? А начнём мы с того, что вы скинете казённые валенки и уйдёте отсюда. Как это? Просто уйду? Нет, не просто уйдёте, а уйдёте без травм. То есть, так как вам и хотелось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогая! Дорогая! Ты где? А? О! А чё ты молчишь? Дорогая! Дорогая! Хм! Ты сказал, дорогая? Да. Это ты сейчас, это вот меня имел в виду? Ну, да. Я принёс тебе подарок. Ты? Да. Мне. Да. Что-то в лесу сдохло. Ну зачем ты так? Ну, подарок на Новый год. То, о чем ты мечтала. То, о чем я мечтала? Шуба, 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 шуба. Конечно, шуба. Могу я позволить тебе? Точнее, тебе. В общем, шуба. Вот. А что она? Чуть-чуть. Так и точно что-то в лесу сдохло. Причем очень старое и очень больное. Что это такое? Ну, вот. Опять не так. Ну, шуба это, шуба, о которой ты мечтала. Ты придурок. Я мечтала о норковой шубе. Понимаешь? Норковой. Люба, ну это же подарок на Новый год. А какой у нас наступает год? Ну, год кота. Кота. А вот когда наступит год норки, вот тогда будет тебе норковая шуба. Слушайте, ну мы же сами культурные люди. Не надо трагедии. Вы еще скажите, молилась ли ты на ночь без демона? Без демона? Ну, я как-то иначе себе дез демона представлял. Ну, вы на отелло тоже не сильно похожи. Отелло с молотком. Ну, это смешно, ну, честная история. Действительно смешно. Слава Богу. Пожалуйста. Действительно, зачем молоток? Я ж могу, как отелло, просто голыми руками шею мыли. Эй-эй-эй-эй! Эй! Алло! Алло! Земля! Земля! Алло! Да куда вы все пропали? Ну что же нам здесь вдвоем с Фукиным третий Новый год встречать? Алло, алло, заберите нас отсюда, пожалуйста. Алло, алло. А вот и Дедушка Мороз тебе подарочки принес. Тому, кто на вахте ночью и днем, стихи прочитаю, сейчас я объем. Какой объем? Ну, а в тебе значит, ну, ну, рифма такая, ну, днем объем. Ну. О нем, рифма о нем, да? О нем. Слушай, Фукин, ты знаешь, ты меня уже достал своими стихами. Петя, иди отсюда, иди, придумай что-нибудь оригинальное, я прошу тебя. Ну, что ты, Петя, ну, надо же как-то создать тут праздничную эту... Как ее? Ну, это, атмосферу праздничную. Слушай, Фукин, вот ты у нас на станции, так? Ты же отвечаешь за культурно-массовую работу, правильно? Да. Так вот, Сереж, это очень низкий уровень культуры, понимаешь? Просто до неприличия низкий. А надо, знаешь, чего? Чего? Ты, ага, чего? Надо, надо, чтобы... Так что... Кому я это объясняю? Ну, чего тебе это объяснять? Иди отсюда на мороз! Пока не придумаешь что-то оригинальное, не пучу! Иди отсюда! Иди, я сказал! Земля! Алло! Заберите нас отсюда! Алло! Земля! Я не хочу вместе с этим Фукиным третий Новый год здесь встречать! Алло! Я Снегурка, я Снегурка! Мерзнет у меня фигурка! О! О! Совсем же другое дело! Правда? Ну, и рифма классная получилась! Снегурка-фигурка! О! Классно! А ну еще раз сделай так! О! Ну, ты ж Снегурка, грудь поправь как-то! Ну, ступи! Ну, классная же рифма! Фигурка-снегурка! Так какая тут рифма? Когда он... Первый раз за три года на станции дома объявилась! Так что ты говоришь, там у тебя мерзнет? А? Хи-хи! Ну, иди, а! Иди сюда, отогрей! Петя! Петя! О! Петя! 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 Не-не-не-не-не-не-не! Послушайте, вы человек, хоть и помоложе, но опытный. Можно посоветоваться? Вот вы когда на корпоративах Дедом Морозом со Снегурочкой выступаете, вы гонорар с ней как делите? Пополам? С чего-то чего? Дедушка Мороз все отдает своей внученьке, Снегурочке. Все до копеечки. Как это все ей? Ну, подождите, это же ненормально. Ну, что тут ненормального? Если Снегурочка, твоя жена, что тут ненормального? Ну, я не знаю. Вы считаете, что когда дедушка женат на своей внучке, это нормально? Ну, тогда я не знаю. Не знаю. Элян, персонально. Мяу. Да, дай мне. Тихо, тихо, тихо. Друзья мои, коллеги. Как говорится, погуляли и хватит. Как говорится, пора на бой. Элян, сегодня просто. Пару часиков передохнуть и, как говорится, снова в бой. В бой курантов. Все, все. Нет, нет, нет. Пошел, пошел. Куда же вы, друзья мои? Погодите, так не пойдет. Я, как ведущий праздника, этого допустить не могу. Давайте сейчас все вместе позовем сюда дедушку Мороза. Тихо, тихо, тихо. Какого дедушку Мороза? У нас тут что, детский утренник? Я понимаю, я понимаю. Вы такие молчатые, ты понимаешь. Дедушка Мороза. Какого дедушка Мороза? Снегурочку? Да. Снегурочку мы заказывали. Она нам тут даже танцевала. Вот тут, на столе. Вот. Так я же поэтому и говорю. А теперь давайте все вместе позовем дедушку Мороза. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 не понял. Какой дедушку Мороза? Я же тебе сказал, у нас тут не детский утренник. Ой. Ну так и Снегурочка допилась не по-детски. А теперь я что ли должен ее домой тащить? Опа. Я? Нифига. Надо звать дедушку Мороза. Дедушка Мороз. А ну быстро забери свою внучку отсюда. Или родственники, или кто? Дедушка Мороз. Давайте. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Яна, Яна, Снегурочку ко мне в багажник. Понял? Городок под елочкой. А я... А, они... А вы не знаете, а что в этом ролике надо будет делать? Показываю. Дорогие дяди и тети, А думаете ли вы о чистоте ваших унитазов? Нет. Нам на эти унитазы нас... Кстати, о нас. А вы не знаете, вот когда в этом ролике снимут кого-то из нас, его покажут по центральным телеканалам? Без понятия. Знаю только, что ролик это будет дешевый и отвратительный. А почему? Так вот именно потому, что в нем снимут кого-то из нас. Кино. Кино. Художественный фильм. Вечный зуд. А где? А как так? Здорово, дядь Чудур. Это... А где дом-то? Дом Потаповых. Где он? Потаповых? Дом? Тут? Когда же это было-то? Постой. А ты не как Степан. Мария Ивановна сын? Степан. Ты чего? Дядь Чудур, ты чего не признал меня? Да где же тут признать-то? Совсем вон ты какой-то городской стал. Жизнь, она на месте не стоит. Тем более, раз ты, люди говорят, в город подался, так? Ну, было. Подался. Вот. Подался. Стало быть, уторвался от мест родных. А дом предков без присмотра оставил. Так что теперь уж не убесуть. Чего не убесуть-то? Дом где? Где дом-то? Хватился. Нету твоего дома. Мужики наши разобрали. Кто на дрова, кто там кое-чего из мебелишки. Ну, бревна, опять же, в хозяйстве пригодятся. У мужиков-то руки-то, знаешь, всегда работу просят. Ну, в смысле, вечно чешутся, стащить. Чего-нибудь. Так как же так-то? Как же вы? А не надо было в город уезжать. Вот. Вот я, можно сказать, из последних дочечек взял. Как из последних? Да вы что? Да я всего-то на три дня в райцентр поехал. К племяшему на свадьбу. И вон, приодеться малость к Новому году. Эх, нельзя так надолго уезжать. Ну, чё, пора немножко размяться. Скоро начнут, наверное. Карлуклару крал кораллы. Дробью по перепелам да по тетеревам. Дробью. Шит, колпак, да не по-колпаковски. Шит, колпак, да не по-колпаковски. Шит, да, шит. Да, шит. Шит. Да, это точно. Вот именно. Как говорят наши с вами коллеги в Голливуде, сплошной шит. Полный шит. Нечего ж будет положить семья под ёлочку. Нечего. Вот я просто чувствую, что возьмут вас, а не меня. А я думаю, что возьмут вас, а не меня. И это мне нечего будет положить под ёлочку. Слушайте, вот есть идея. Вот кого из нас возьмут, ну это же лотерея, да? Ну. А давайте сделаем эту лотерею беспроигрышной. Это как это? Ну как-то, ну вот, если возьмут меня, я половину гонорара отдам вам. А если возьмут вас, вы половину отдадите мне. Так. Нормально. Ну. Вот это по-человечески. Молоток. Молоток. Я молоток. Ой, молоток. Господи. Тут, 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 вот. послесловие. Не надо было на работе столько пить. У всех Новый год, а я тут. Товарищ майор. Товарищ майор. Товарищ майор. Так, Аркашенька, Аркаш, ну слушай, ну давай я поеду домой, а, ну давай, ну Новый год это, Новый год, Аркаш. Ну, а там дома, знаешь, там дома накрыто, накрыто. И налито, налито. А, Аркаш, Аркаша. Давай, давай. Аркаша, спокойного тебе дежурства, дежурства. Спасибо. И с наступающим. Товарищ майор, ну вводите в мое положение. Ну перебрал я, ну с кем не бывает. Ну, что же я буду весь Новый год в обезьяннике сидеть? Ну, я вас умоляю, товарищ майор. Что ты? Ну что будто мы с Аркашей звери-звери, что ли? Не, ну мы же понимаем, Джон. Новый год это Новый год, да, Аркаша? Ну конечно. Должен же и у тебя быть праздник, правильно? В общем, решил я пойти тебе навстречу, навстречу. Вот спасибо. А то я уже не верил, что вы меня отпустите. Нет, нет. Отпустить я тебя не могу. Нет, нельзя. Но, но, но. Праздник у тебя будет. Аркаша, заводи! Давай заводи, Аркаша. Будет у тебя праздник, будет Новый год. Давай, а ну тебя, спокойно, спокойно. Давай. Я ж тебе обещал, что праздник у тебя будет. С наступающим, а? Новым годом, новым и счастливым. Желаю, чтобы в этом году всего самого-самого хорошего только что можно пожелать. Это вы здорово придумали. Разделить гонорар на двоих. Просто чудо. Я сейчас, минутку. Кажется, уже идут. Здравствуйте. Здесь проходит кастинг на Деда Мороза на рекламный ролик. А вы не знаете, а где проходит какой-то кастинг на этого? Здесь. Да. Да. Да, здесь. Мужики, заводи! Чего? Какие? Что? Не видели? Я куда-то молоточек выбросил, а откуда я его? Вон туда. А там, да? Это. Я там еще. Топорик нашел. Возьмете? Конечно. А как хочется вернуться, а как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в Тридома, где всё просто и знакомо на день.